Всем привет, это Вдвижи, мы сегодня в Казани, и у нас интервью с представителем Рубина. Околофутбол здесь берет свое начало в драках, никак не связанных с фанатизмом. Это сейчас Казань один из самых красивых городов России. А раньше уличная молодежь сбивалась в банды и выясняла отношения между собой. Слышь, ты че, широкий ше? Ты че, попутал? Ты че как базаришься? Да прикольный, Сев. Дим, ты что ли? Да. Ну, привет. Дмитрий Хрисанов у нас сегодня в гостях. Поставьте лайк, будьте готовы написать комментарий, подписывайтесь на канал. Будет интересно. Что такое казанский феномен? Из Казани группировки объединялись и выезжали в Москву, в Питер с целью наживы на ограбление тех же самых. То есть там выезжали целые составы, то есть молодых ребят, как бы голодных до всего. Потому что на тот момент в Казани не было нормальной одежды, ну какой-то модной. Джинсы, слушай, это вообще только у каких-нибудь так называемых барыг, кто там как-то занимался, на рынке торговал или еще что-то, ну либо какие-то за пакастарные должности. С наворованным потом вот этим всем имуществом возвращались обратно в Казань. И вот оттуда и пошло тос, ну как бы вот басот, вот этот бандитизм, как бы казанский феномен. В 80-е годы самая известная, наверное, по всей России была. Это одна из самых первых группировок, насколько я знаю, которая именно вот заявила о себе так громко. Группировка тяп-ляп, там был завод теплоконтроль и, наверное, как аберратура, то что завод там типа делает тяп-ляп там и вот от этого, наверное, вот. И молодежи там, в принципе, заняться нечем было. Ну как и везде, наверное, там в конец 80-х, там начало 90-х бурных и вот нулевые. То есть и оттуда пошло вот, наверное, самая вот такая мощная и жестокая группировка. То есть если посмотреть там ту же самую криминальную Россию, и парнях очень много видел, и тогда один из самых первых, кого осудили за бандитизм и приглавили к расстрелу. Вот один из лидеров этой группировки был. Хадид Акташ, вот тоже громкое название. Хадид Акташ, это где старый зоопарк, это тоже, в принципе, спальный район. Это чуть поодаль от центра он находился, но там были вот эти пятиэтажки и частный сектор в перемешку. И у них был очень такой интересный слоган, и они за него как боролись. Хадид Акташ, весь город наш. Соответственно, попробуй там, ну, как бы поперек что-то сказать. Ты там на своих ногах, как минимум, ты бы не ушел. Ну, про этих ребят даже художественный фильм умудрились снять. У них лидер был такой довольно-таки жестокий парень, но он отличался тем, что он помогал как бы пенсионерам и именно тем жителям, кто живет на этой улице, ходит Акташ. То есть это такой, как покровитель был, ну, там именно вот этой улице. Казанский Робин Гуд, практически. Ну, не Робин Гуд, но человек, который, как бы, наверное, была честь и достоинство, то, что он понимал, это его район, как бы, и нам нужно помогать. Кировский район, парк Петрова. Такое, ну, почему отсюда именно начинаем наш рассказ, наверное, путь. То есть, если брать Казань в 80-х, наверное, 90-х годов, ну, нулевых, здесь вот этого, как бы, стел, вот этих всех вещей не было, парк вот этого не было, так ты колол. Вот. Здесь был большой пятак такой, и здесь проходила всегда дискотека. Соответственно, на эту дискотеку сходились, ну, все там, ближайшие, то есть живется всего район, молодежь. И во время самого разгара, как бы, дискотеки, когда люди танцевали, там была большая плотность, в какой-то момент, допустим, по какому-то приказу, все, кто там с улицы был, там, с группировок, допустим, они выскакивали, выстраивали, как круг такой. И те, кто этого не знал, допустим, прикола так называемого, они оставались в кругу, и их просто, как бы, начинали там месить. Ну, то есть, абсолютно бессмысленно и беспощадно. То есть, в определенной, звучит кодовое слово. Ну, либо там жесты руками, либо еще что-то. То есть, я так один раз сам даже успел, я не успел выпрыгнуть, как бы, и мои же, там, как бы, знакомые немножко мне порисанули. Я застал самые, наверное, сливки, то есть, в 80-е, 90-е, я, как бы, родился в 85-м, соответственно, в 80-е я там никак не мог, ну, там, как бы застать это все. В 90-е я уже начал сталкиваться с этим, потому что, ну, тебя, как бы, привлекали уже вот молодежь, вот эти, там, 12-11-летних ребят, их уже потихонечку начинали, там, если они такие, кто более-менее, там, ну, выделялись из обычных людей, как бы, там, жестокостью, либо, там, смышленностью, или еще что-то. Это так называемый шелухобо. То есть, люди, которые проходили от самого низа, шелухи, они там нужны были, там, стоять на стрёме, там, на каких-то делах, либо, там, на тот момент же не было телефонов, и когда сидели, там, как бы, взрослые, общались, нам нужно было, там, кого-то выдернуть резко, там, еще что-то. Соответственно, подзывался, там, ну, вот этот ребенок из шелухи, он, соответственно, все адреса, там, всех этих взрослых, всех знал, ему, там, давалось записку, он бежал, как бы. То есть, я вот начинал даже с этого, я, там, бегал тоже, вот, такой пыджер. Ну, да, то есть, по поручениям, ты, там, сбегаешь, отдашь, тебе, там, я не знаю, там, дадут что-нибудь, конфеты, либо, денег даже давали иногда, я помню. Вот, и ты, как бы, довольный, вроде бы, ты сделал что-то полезное для, там, банды, и такое. И еще была такая фишка, в те времена уже, как раз, вот, именно вот шелухи начинали проверять, так называемого пацана. Это бралось, ну, от сигареты, вот эта вот, сама вот эта бумажка. Так. Вот, она скручивалась в фитиль, то есть, ставилась именно вот шляпка, и фитиль такой вытянутый. Этот фитиль поджигался, тушился, ставился, ну, вот сюда на руку. Ну, у тебя вот осталось тут. Да, шрама, как бы, вот этот фитиль ставился, как бы, поджигался, и он тлел. И, соответственно, ты должен на вытянутой руке стоять, как бы, смотреть на тех, кто на тебя смотрит, как бы, это все поджигало. И ты должен был не плакать, не пищать, там, не орать, а просто мужественно держать, как бы, эту руку. Сколько это горит по времени? Ну, я не знаю, ну, минуты, наверное, полтора, если хочешь, может, попробуй. Заодно проверишь себя, пацан ты или нет. У меня друг был, он всегда боялся вот этих вот встреч каких-то, и он дома заучивал, прямо вот он мне просил, там, заучивал несколько, там, фраз, как, в случае чего, отвечать, ну, на такие вещи. Соответственно, там надо было, как бы, себя тоже поставить жестко, но не переборщить, потому что там была такая тоненькая грань, потому что, если ты не вывезешь разговор в дальнейшем, то могли, там, очень сильно тебя, как бы, покалечить, там, я говорю, благо, если ты уйдешь, как бы, своим ногами, как бы, и без куртки, это считалось нормальным, как бы. Минимальные потери. Ну, да, так могли, как бы, если, там, не знаю, какие-то вещи у тебя хорошие, добротные, мог и кроссовки, там, отдать и тому подобное. То есть, моя история была, когда ребята раздевали, там, до трусов, и они стояли, как бы, вот, в трусах, в носках, как бы, им говорили, лон, давай, братан, завтра увидимся. То есть, типа, ну, я поношу, типа, завтра придем на том же месте, там, в это же время я тебе отдам. В городе, наверное, но если у тебя не было ножек, я, как бы, не ходил с ножом, потому что с ножом были, ну, могли возникнуть проблемы, если тебя остановят, там, сотрудники полиции. Сейчас они могут, как бы, пробить на месте, там, не увозя, а раньше всегда увозили в отдел. То есть, откатывали пальцы, там, фотографировали тебя, и ты, как бы, всю ночь, как минимум, потеряешь. А если с ножом, то есть, это, там, надо было доказывать, что это не холодное оружие или еще что-то, или зачем тебе это ножик, там, ты, там, бандит, не бандит. Я всегда ходил с шилом. С шилом, потому что это самое, как бы, ну, шил, шил, что я, там, вот, учусь на портного, допустим, хожу с шилом, вот. И шил, как бы, если брать именно по нанесению урона, оно намного печальнее, чем любой ножик. Потому что, если, допустим, проткнуть шилом человека, там, ногу, бедро, там, живот или еще что-то, то от ножа кровь можно остановить, а от шилу нет. Потому что маленькое входное отверстие? И оно очень круглое, как бы, оно, ну, как бы, его даже не зашить толком. Соответственно, если ты попадал в бедро, в артерию, то человек практически, ну, можно было уже попрощаться с ним. Вот. Ну, это, как бы, вот, учили это все на улице. То есть, это все, как бы, приходилось с опытом. Ну, а ты-то, вот, от пейджера и шелухи куда вырос? Вырос в того человека, который на сейчас являюсь, наверное. Бандитизм был до определенного момента. Потом я понял то, что рано или поздно это закончится, как бы, печально. И начал отходить от этого довольно-таки тяжело. Потому что, как бы, путь в бандитизм был, ну, в те годы, примерно одинаковый. Либо ты сидишь, либо ты, там, умираешь, там, в каких-то глупых войнах вот этих. Либо ты умираешь от этой наркоты какой-то. Мама тогда сказала очень замечательную фразу, которая мне вбилась, как бы, в голову. То, что человек может ошибиться, допустим, если он занимается чем-то один раз. Ну, вот, плохим. Ну, и я, как мать, должна тебе помочь, как бы. А второй раз, если ты лезешь туда, как бы, ну, будь добрый, тогда сам расхлебывай эту кашу. И мне эти слова, как бы, ну, вбились в голову. Я до сих пор, как бы, с ними живу. В тот момент меня спасал еще спорт. То, что я занимался спортом. То есть, я занимался футболом и гонболом. То есть, гонболом более профессионально я потом начал заниматься. И сейчас, даже спустя, вот, там, 16 лет, то, что я бросил спорт, я вот опять вернулся в гонбол. Короче, я не стал ни бандитом, там, известным каким-то. Не стал, как бы, гонболистом таким, прям, известным. Ну, по крайней мере, я слез вот с этой дорожки на другую. Ну, просто на тот момент. Слушай, ну, ты стал, в принципе, все равно довольно известным для города человека. Как ни крути. Ну, это, видишь, наверное, судьба просто. От нее, наверное, не деться. И в этом как раз поспособствовал фанатизм футбольный. Ну, видишь, как бы, фанатизм, он немножко был чем-то похож на, вот, именно, ОПГ, наверное. Потому что, опять-таки, те же самые, там, ну, как бы, фанатизм не принято говорить в группировке. Говорить, там, на английский манер, как бы, фирмы, вот, банды, там, вот. И, опять-таки, ну, как бы, мне это было не чуждо, и я, ну, как бы, воил со своей кашей. Единственный плюс тут добавлялся только, то, что тут был туризм. То есть, ты, как бы, едешь в другие города, там, с кучей единомышленников, еще что-то. А из-за того, что я, наверное, сам по себе такой человек, то есть, ну, я, как бы, не привык быть в стороне, там. Я, ну, мне всегда было интересно, если я там лез, то я лез, там, в полную гущу, там, еще что-то. И так вот получилось, наверное, то, что я стал именно вот в этой даже среде, там, ну, известен. Ну, опять-таки, за свои, наверное, поступки, наверное, манеру. Знаешь, вот в начале нулевых, по сути, сами же сотрудники полиции сделали из меня фанаты. У нас, короче, была такая фишка, если ты покупаешь шарф, это в 2003 году был, как раз мы вышли первый год в премьер-лигу, если ты покупаешь шарф, ну, какую-то либо атрибутику, ее не так много было на самом деле, то тебя, короче, сразу закидывали в фан-сектор. Когда ты им говоришь, там, типа, в какого хрена вы меня туда суете, вот, они говорили, ну, у тебя же есть атрибутика, значит, ты фанат, как бы. Вот, и кидали сразу в фан-сектор, а первый раз, когда туда попал, вообще, я говорю, вы что, придурки, куда меня вообще, ну, затащили-то? Я говорю, здесь какая-то шайка, говорю, там, 30 человек, которые орут весь матч пьяные, бухие, там. Типа, и зачем я здесь нужен, вот. И хожу опять на следующий матч, и опять такая же история у меня, и опять фан-сектор. Мы, как бы, со стороны-то мы ходили, видели их, но я никогда там, ну, изнутри-то я туда не ходил, мне интересно было, потому что у меня, как бы, вот, еще другая субкультура немножко была. И так потихонечку, потихонечку, как бы, каждый матч ходил, там, познакомился с ребятами, снял свою кожаную куртку, снял, как бы, восьмиуголок гробы и переодеваться начал. Какой-то вид? Ну, как бы, ботинки, да, такие. Вот, переодеваться начал, там, в кэжуал культуру, там, джинсы, белые кроссовки, английские бренды. У меня даже несколько лет подряд не было одного, ну, там, ни одного выезда обычного, потому что, ну, мне, как бы, я не понимал до конца, как бы, смысл поездки. Как бы, на боевой выезд было понятно, почему ты туда ездишь. Задача, как бы, приехать, найти оппонента, избить, либо тебя избили, там, ну, как повезет. Вот. А сам фанатизм в мою жизнь пришел намного позже. Слушай, ну, возвращаясь, все-таки, вот, к национальной составляющей движа, при том, что здесь очень много мусульман, да? Ну, у нас мы, как бы, старались, видишь, как бы, зная то, что есть татары и русские, как бы, там, и, да, и, в принципе, как бы, знаешь, вот такого вопроса никогда в жизни не возникало. Вот, что я в школе учился, тебе никогда в жизни, там, ну, представляешь, ты учишься, как бы, в школе, там, не знаю, в садике ходишься, и, ну, вы вместе, как бы, всегда пересекаетесь. Фишка в чем? Мы же не национальным признаком, там, отбирались или еще что-то. Ты болел, как бы, за команду, а так как нас и так мало было на тот момент, соответственно, такого вопроса и не возникало, там. Ну, на национальность никто не переходил, и все это прекрасно понимали. Ну, во-первых, в какой республике мы живем, вот, во-вторых, как бы, если переходить на национальный признак, то мы бы далеко не уехали. И мы старались, там, ну, до каких-то годов всегда сдерживать, именно, делать аполитичным сектором, то есть, чтобы не было привязки, допустим, там, не знаю, к левым, к правым, там, чтобы быть каким-то, там, ну, со своими идеями, как бы, со своей именно культурой, и воспитывали именно вот этот вот нейтралитет, что ли, ну, потому что, вот, именно вот эта национальность, она бы помешала просто развитию сектора. То есть, вот, там, брать самый пик развития, когда, там, 12-13-е года, когда, там, на сектор, ну, 3000 человек собиралось, и это считалось, там, типа, блин, там, если приходило тысячу-полторы, там, блин, у всех чуть не паника началась, что за фигня, почему так мало. Единственная, какая-то проблема была только, ну, как у всех движет, это, наверное, Кавказ, наверное, в какие-то десятые годы стали, когда все движи начали вывешивать империки, там, переклички русские вперед, тому подобное. Хотя, вот, кстати, я в контексте переклички русских вперед никогда не брал именно правый контекст. Меня когда спрашивают, откуда ты из Казани? А, татарин, допустим. Ну, что я буду доказывать, что я русский, допустим, что ли? Ну, татарин, татарин, что я из Казани? Я к этому привык. Да даже вот взять нашего легендарного Марк Вашу, его знает вообще вся страна, наверное. Он, когда в Москву приезжает, его звали не Ильнур, у него настоящее имя Ильнур, а его звали в Москве Илюха. То есть, вот опять, ну, как бы, не, ну, все привыкли настолько, как бы, в Казани к этому, то, что когда ты уезжаешь из Казани, тебя называют татарином, хотя ты русский, и ты, как бы, на это относишься хорошо. А там татарин уезжал, допустим, в ту же самую Москву, или, ну, вот, Марк Вашу, его называли Илюха. Ну, для них так легче было. Слушай, ну, а как вот сами татары относились к имперкам, перекличкам русский вперед? Ты болезненно, на самом деле. Кричали или нет? Ну, я сомневаюсь, что они кричали. Ну, было болезненно, как бы, у нас даже пошло в один момент, было, как бы, в истории движа, когда появился, там, типа, татарский рубин. Ну, это тоже, вот, ну, как бы, опять-таки, проблема в того, то, что они отдельно, как бы, были на восточке, и они, вот, именно позиционируют, то, что вот они татары, мусульманы, как бы, вы, там, орете русский вперед, мы, там, будем, тогда, кричать, там, алга, там, тому подобное. И плюс мы, там, типа, алга, это вперед. То есть, есть такая поговорка шутливая, типа, у татар нет слова назад, и если развернуться, я лга, как бы. Чем закончилась вся эта история с, вот, отделением татарских рубин? Ну, они, там, когда начали перегибать палку, в плане, там, ну, уже, там, по национальным признакам, там, собираться, там, пытаться, как-то провоцировать, ну, уже нас, как бы, объединяясь, там, с дикодивизией, там, ну, с чеченцами, там, подобное. И, насколько я знаю, эшники, как бы, просто взялись за них, и нас за это всегда прессовали, там, за имперки, те же самые эшники, там, потому что вы провоцируете, как бы, ну, там, другую часть населения, которая, как бы, это, там, болезненно относится к этому, допустим. Получили поедение не только мы, ну, и ребята тоже по шапке получили, их сейчас не видно, не слышно. Приехали на знаменитую, так называемую, ну, у нас на те годы сковородка. Сковородка – это наш Казанский государственный университет, сейчас он КФУ переименован, как федеральный. Вот, а на тот момент, как бы, вот здесь и грызли, наверное, гранит около футбольной науки, так, если можно перефразировать эту фразу. Ну, а что здесь такое было? Ну, здесь, как бы, это самый центр, ну, как бы, телефонов же не было, ничего не было, и, соответственно, как бы, нужно было место, где люди все собирались. И в любое время дня и ночи практически можно было сюда приехать, и ты найдешь всегда компанию здесь. Ну, и здесь, помимо, как бы, фанатов, здесь собирались всякие панки, неформалы, там, скейти, рэперы. Ну, их тогда мало еще было, ну, неформалов, как бы, уже было, ну, народу прилично, как бы, и все здесь, плюс студенты, как бы, КГУ уже самый большой университет был на тот момент, и, соответственно, студенты тоже здесь собирались. И студентки, что характерно? Ну, да, да, не без этого. Вот, и... До сих пор собираются? Здесь, как бы, на, обязательно на памятник одевался шарф, вот, и, ну, там, флаг. Умудрялись там... Как вы залазили, это высоко? Ну, как-то на плечи, как бы, общей с норовкой, как бы, ребят, кто помоложе, залазили, одевали. Но это было угарно, как бы, не было никакого вандализма. Фишка в чем была, как бы, вот, собирались, чтобы все знали, то, что здесь собираются фанаты, я говорю, повторюсь, не было никакого, злого умысла, там, и как-то... Да я не вижу никакого злого умысла, ты не оправдывайся. Не, ну, просто сейчас я вдруг сейчас начнут, там, хейтеры, там, а, типа, вы, мудаки, там, оскверняйте, понимаете. Просто одевался шарф, а, там, флаг вывешивался, и это был, как бы, как антураж такой прикольный. Ну, давай к самому интересному. Рассказывай про свой замечательный коллектив, который был тогда. Ну, Кич Крю у нас, как банды называлась, которые меня вот позвали, основатель, вот парнишка вот у нас умер в 2013 году. А что с ним случилось? Выпал, наверное, то ли спрыгнул, до конца не ясно, но, скорее всего, наверное, спрыгнул, в Москву съел человек. Он уехал в Москву, как бы, вот, все закончилось там, в Москве. Самоубийство? Ну, скорее всего, да, потому что была предсмертная записка. А так, как бы, здесь именно вот банда, Кич Крю, я помню, ко мне подошли вот ребята, но я, как бы, уже с ними знаком был на тот момент. Они говорят, типа, пошли пообщаемся, там, типа, ну, есть тема. Я говорю, какая? Они говорят, вот, ну, типа, не хочешь, говорит, с нами? Там, типа, мы вот банду там свою идем. Не хочешь? Я говорю, блин, ты, в принципе, можно, а что нет? Ну, просто, я говорю, единственный момент, потому что они младше, чем меня, как бы, там, Тема такой вообще, считай, на лет 7, наверное, 5, там, младше было. Ну, как бы, у него потенциал, как бы, был большой, именно лидерский. И они, ну, как бы, мне интересно было, там, именно идеологии, наверное, этой банды, и, ну, как бы, идеологии лидера, вот, Тема, как, то, что, там, всегда в первых рядах надо было быть, там, у нас, там, такая идеология была. Не ссать, как бы, даже, если, ну, там, боишься, грубо говоря, там, пытаясь как-то скрыть это, и пробивать самые дальние выезда, как бы, ну, чтобы мы, как бы, были, там, ну, топ, грубо говоря, там, самые первые. Допустим, нашего правдостояния Самары, 2005 год, мы поехали туда, там, тридцаткой автобус, и у нас получилось так, то, что набирался, короче, автобус, якобы, там, хулиганя боевой, и набирался автобус с Кузьмичей. Ну, Кузьмичи уезжали раньше, у нас какая там была цель, то, что Кузьмичи едут, их сейчас в уцепление берут, а мы, как бы, тут, ну, въезжаем спокойно. Нас тогда встречал мой любимый друг Димасик из Самары, вот, он тогда еще был такой пончиком таким, вообще, в розовой толстовке какой-то был, мы еще, ну, ржали очень долго, типа, что за чудо нас встречает. Говорит, парни, все нормально, типа, вот, тридцать на тридцать, ну, там, как договаривались, и вот нас повез на какой-то стадион старый, и приезжает стадион, ну, как бы, вот к этому стадиону, мы там выходим, начинаем строиться, а там, короче, они спланировали все, ну, довольно-таки очень четко. Нас спасло то, что мы, короче, не успели туда зайти, а у них не выдержало терпение, короче. Там была такая жесткая подстава с их стороны, там, короче, вход на стадион через обычную дверцу, ну, калитку, как бы, небольшую, соответственно, ты проходишь по одному человеку туда. И мы, когда начали заходить, смотрим, там тридцатка, как бы, стоит, все готово, и там, ну, нормально, сейчас подеремся, как бы. И вот, я говорю, у них кто-то там не выдержал, из кустов начинает выбегать там зарядами, что-то, и мы, блин, понимаем, то, что здесь тридцать человек, там народ выбегает, там народ выбегает, и, соответственно, как бы, по приказу там все давай ломиться в автобус. Ну, у нас там личности, вот я говорю, опять-таки, там, у некоторых перекрыло, там, у нас чувак просто зажигает два файра, и в толпу один туда, как бы, все к автобусу, а он в обратку, типа. А вот чувак, как бы, у нас, ну, там, пострадал довольно-таки сильно. Его порезали канцелярским ножом, оставили на память 45 швов. На тот момент, как бы, для нас это было, ну, так, довольно-таки ужасно. Ну, там были реально боевые действия, там, потому что, насколько я знаю, их там человек, ну, больше сотки, там, может, под 150, наверное, было, а у нас всего 30, как бы. Плюс большая часть уже была в автобусе, около автобуса, получается, махался, ну, человек, наверное, 7-6. Я помню, вот, мне там башку пробили, они, потому что они были на говне, реально, там, то есть, помимо канцелярских ножей, у них еще были кирпичи какие-то, бутылки у нас летели, файра. У нас, мне, короче, когда затаскивали в автобус, в автобусе горело несколько файеров на тот момент. Окна были разбиты, там, вот. Ну, там такой, прям, вообще, там, супер-боевик был на тот момент. И мы там все считали, плюс этого парня, ну, он там заходит в автобус, всякого в его спину, думаю, охренеть, вообще, куда поехал, блин. А что ты смеешься, Дим? Ну, человек, ну, это, как бы, не смешно, мне кажется, нет? Ну, сейчас ты вспоминаешь, ну, я сейчас вспоминаю, ну, как бы, мне смешно. На тот момент, ну, как бы, было страшно, потому что у меня, как бы, ну, там, у всех был страх определенный. Ну, мы, как бы, охренели, первый раз такое, там, обычно, как бы, ну, подрались, подрались, там, и все. А здесь ножи какие-то, бутылки, кирпичи, фаера, там. И потом, как бы, мы пытались остановить кровь, долго, как бы, этим парнем, потому что от канцелярского ножа, там, тоже очень тяжело, оказывается, останавливаться. Ну, лезвие тоника, наверное, может, из-за этого. Мы доехали до стадиона в таком состоянии, и, как бы, скриким, то, что нам нужна скорая, потому что там парня порезали. Там, плюс, у меня, считай, башка была пробита, еще там несколько человек, ну, там, пострадали. Вот. И нам тут начали оказывать медицинскую помощь, там, парня, типа, мы тебя в больницу, он говорит, да вы чего охренели, я, блин, футбол, типа, приехал. Он пошел в это состояние на футбол, и только после футбола, то поехал, как бы, чтобы его зашивали. Привет, друзья, привет, привет, Антон. Ну, я думаю, что для начала надо рассказать о том, что у нас отношения с Казанью как-то не задались с самого начала, да. Когда они в 2003 году вышли в премьер-лигу, у нас почему-то сформировалось четкое понимание, что они какие-то отмороженные фанатики, там, полурелигиозные какие-то, еще что-то, и с ними не получится никакой драки, вообще, в принципе, отношений на чистых руках, и от недостатка информации, от того, что, ну, мы не встречались до этого, и, по сути, только слухами кормились, так скажем, да. Поэтому все ребята были изначально наши, как бы, заряжены на, ну, на драку, на аргументах, на говне, на прочих орудиях. Вот, и, ну, и как апогеем, да, произошел эпизод, не помню, то ли в 2004 году, когда, да, они приехали к нам, и один парень очень серьезно пострадал. Ну, что говорить, эпизоды, эпизоды разные, жизнь, она такая, что сегодня вы кровные враги, а завтра можете стать лучшими друзьями, да, вот, что, в принципе, в нашем случае, вот, с Димой произошло. А после эпизода в 2016 году, когда мы вместе попали сначала в марсельскую тюрьму, а потом в центр депортации, вместе выдворялись с Францией, то вот этот эпизод, он нас, так скажем, сплотил, и, наверное, с этого момента я бы сказал, что Дима один из немногих моих друзей, да, так скажем. Если говорить дальше о противостоянии с Самарой, то оно получило свое продолжение очень интересное здесь, в городе, когда они приехали, вот это на стадионе-то замечательное событие. А, в 2009 год это был? Да. Как ты видел со своей стороны происходящее? Ну, там, наверное, мы их больше спровоцировали. Мы, короче, там весь день, как бы, начиналось с того, то, что мы там готовились, как бы, к этому приезду, прям, дух царил уже, прям, я, ну, как бы, как во всех фильмах, наверное, про около футбола, не спал там всю ночь, потому что, прям, ну, на адреналине был, потому что Самара, мы знали, то, что серьезный соперник, и у нас не было, как бы, таких больших побед над ним, ну, и надо было, как бы, каждый раз у нас там будет грязель мечтами их там наказать, как бы, вот. И бегали, ну, а так как мы, ну, были своим, как бы, коллективом, кетч-карю, и мы искали, как бы, соответственно, оппонентов уже, ну, меньшим количеством, чтобы можно было кого-то накрыть. И мы там около стадиона накрыли, там, несколько человек, еще потом кое-где накрыли. И фишка была в чем-то, что мы, у нас были фаера, ну, приготовлены, и мы думали, надо как-то устроить шедоу, как бы, ну, тогда модно было, такое слово. Вот, и мы заходим на восточную трибуну с чуваком, там, у нас даже, нет, не вдвоем, у нас несколько было. И зажигаем, короче, пиротехнику, вот эти фаера, и начали швырять, короче, в них, ну, в ихний сектор. Вот, и, ну, чтобы как-то хоть спровоцировать их там на какую-то агрессию или еще что-то хотя бы, ну, раз на улице не получилось, как бы, чтобы на стадионе. А их приезжало на тот момент, как бы, блин, ну, по тысяче человек, наверное, то есть вывезти весь сектор, когда ты там бегаешь в 10-15 человек, ну, нереально количество было. Вот, и у них спустя какое-то время, я не знаю почему, ну, а у них там переклинило, ну, у Самар бывало это на те времена, потому что я говорю, мы даже когда туда приезжали, они там пытались к нам пробраться, я помню, их там тоже переклили, там уазики жгли, там пытались там разгромить все, и у них какая-то такая, я понимаю, я говорю, у них немного кукушка уезжала, чтобы, мне кажется, они, ну, убили вообще легко бы, наверное. Вот, и там вот началось вот этот у них там безумие какое-то, они там начали громить весь сектор, там, не знаю, там, если брать сербский вот этот, наверное, балканский стиль, когда они там все эти кресла сначала кидали, потом пытались их собрать в кучу, поджечь, потом начали выламывать решетки, выбегать там на эти беговые дорожки, ну, и потом последовало кара, как бы, в лице правоохранительных органов? Ну, да, их, во-первых, сразу же всех забрали с сектора, они же, ну, там, здесь же надо понимать, то, что никуда не денешься, как бы, со стадиона, вот, и их забрали, ну, у нас, ну, мы как бы понимали, то, что их сейчас будет, ну, там, судить, как бы осуждать, ну, сейчас бы им дали, мне кажется, по уголовке там, они бы уехались точно, а на тот момент им давали, там, от суток до 15, как бы, и мы приняли такое решение, то, что, ну, как бы, чем мне нравился фанатизм, то, что было понятие, как бы, от Айгиды, Карпат, фанат, фанат, друг и брат, вот, и мы приняли решение, то, что, блин, ну, надо же помочь, как бы, понятно, что мы враги, вот, ну, и мы, как бы, решили, то, что мы начали скидываться бабками, там, кто чем мог, вышли на связь, как бы, с Самарой, там, ну, старший, там, начали выискивать, там, кому, где, какая помощь нужна, короче, прям, там, целый этот, Красный Крест открылся, грубо говоря, там, они скидывали нам деньги, мы, там, ходили, покупали продукты, носили им передачки, я помню, там, кто-то угорал, там, ну, все ходили, короче, носили передачки, там, и там же надо было писать опись, ну, что ты передаешь, и в конце, там, писали, там, Самару, там, что-нибудь такое. Ты же, да, ты же с Дмитрием из Самары сейчас хорошо общаешься? Ну, общаюсь, знаешь, как отношения, во-первых, в обе, как бы, мы пересекались, и плюс Марсель, как бы, дал толчок, такое, общению, потому что, ну, во-первых, мы сидели вместе, как бы, там, вот эти, там, две с половиной недели, и мы, там, делили, там, еду, допустим, вместе, там, как-то помогали друг другу, в плане, как дозвониться, там, семьям, там, подобное, вот. И после, как бы, Марселя, ну, что нам, вот, делить с человеком, когда мы, там, вместе, как бы, ну, там, сидели, там. На самом деле, здорово, что так сложились отношения, что, несмотря на какую-то базовую вражду, да, так скажем, между нами, между нашими клубами, конкретные люди, то есть, я, допустим, Дима, там, я также считаю другом, там, Лелика из Локомотива, да, то есть, мы все, несмотря на это, да, мы в жизни, как бы, ну, уходим от этой ерунды и прекрасно общаемся. Все-таки около футбола это большая школа, именно, большая школа жизни и большая школа дружбы и умения оставаться человеком в любых ситуациях. Ну, вот эти драки, как бы, они закаляли, наверное, с каждой дракой, ты становился умнее, как бы, ну, тот год 2005, он, как бы, сам по себе был у нас такой, наверное, для нашего, именно, офф-культура в Казани, потому что там была, там, знаменитая драка у нас с Пермь, на белых перчатках мы приехали в Пермь, там, белоручки, такие статьи даже, там, выходили, типа. Мы на тот момент, как бы, объединились с Ижевском, 20 человек было с Ижевского и 30 человек у нас было из Казани. Вот, мы там приехали в Ижевск, там тоже был треш, вообще полный, там, сначала в электричке, там, разгромили все, с ментами, там, еле как подрались, там, в итоге выпрыгивали, с соп-крана сдергивали, там, с этой электрички. Приехали в Ижевск, там, разнесли игровые аппараты, потому что там наших избили, вот, и с грехом, по-моему, уехали из этого Ижевска, я помню. И вот потом, как бы, объединились, снимали специально в Ижевский автобус, чтобы наши номера, ну, не по-лину, как бы, у нас были Ижевские номера, и чтобы нас на посту, как бы, не тормозили. То есть, вот, даже на это все продумывалось. С другого региона снимался бас, как бы, доезжали туда и садились на автобус, чтобы доехать и подраться им. Я, как бы, я, как бы, дарался до последнего, как бы, там, и потом, только, когда услышал выстрелы, я понял, то, что пора валить. И фишка, в чем, короче, вот, я там запомнился, я сейчас, наверное, это проверяли себе, что было бы. Мы, короче, бежим с чуваком, я на него смотрю, думаю, ну, Ижевский, наверное, ладно, дальше бежим, бежим. Я говорю, ты, а где автобус-то? Он говорит, какой? Я говорю, ну, наш. Он говорит, ваш не знаю, я же, говорит, сперми. Я говорю, блядь, в смысле? Он говорит, ну, ладно, пацаны, чего? Говорит, ну, типа, эта драка же закончилась. Он говорит, а как у вас, ну, где там, место опиши, мы ему раз описываем. Он говорит, да пошлите вам покажу. И он у нас автобусы довел, короче. Говорит, ну, пацаны, давайте, пока. История с Кейдж Крю, она же как-то окончилась. В каком году и почему? Окончилась она на Кубке Содружества. У нас ребята поехали туда и просто, ну, глупая ситуация. Они в электричке просто по пьяни оставили баннер. То есть, он никому не потерянный, как бы его никто не снимал, никто его не отжимал, а просто по пьяни потеряли. И чувак долго туда ездил, поэтому под Москвой искал этот баннер месяц, наверное. То есть, он специально, он из Казани поехал жить, искать? Ну, не жить, да, искал там этот баннер и в итоге не получилось. Нам говорили, типа, ну, там, сделайте заново, типа, ну, на тот момент, как бы, Артем говорил, типа, не, ни хрена, потеряли, значит, мудаки. Ну, типа, вот, я же тебе говорю, то есть, ну, идеология у Кейдж Крю была, совершенно такая для многих, там, как выражались, тупорылые, то, что вот у нас мы всегда были априори, там, другие, наверное, мы пытались отличиться, как бы, от всех. И за это мне именно вот это вот понравилось, то, что мы другие, как бы. Да, нас мало, там, мы какие-то, там, может, не супертоповые бойцы, ну, в отличие, там, если брать, там, московский движ, там, да, и даже есть провинция, наверное, потому, что за это тот же самый строитель Хлок Ганса, там, с его историей, и мы рядом даже не стоим. Были там свои победы, как бы, свои достижения в плане выездов, и вот именно вот мне нравился этот вот бред, наверное, который творился в нашей жизни, у нас там, или еще что-то, потому, что, ну, я знал, как бы, на тот момент, то, что у московских, там, труповых даже, контор, были такие же, там, когда-нибудь теряли, но они просто зашли, заново делали, эти баннеры, и все, потому, что там у некоторых контор, насколько я знаю, даже менты отнимали, там, эти баннеры, и не отдавали, они просто, там, печатали новую. Если брать Казань, я был заряжающим очень долго на секторе, а любой заряжающий, ну, если вот брать, там, сотрудников полиции, вот, как мне говорили, я просто всегда говорил, типа, вот, если я заряжающий, не факт, что я, там, рулю всем движим, как бы, есть, как бы, вот, ну, разные же группировки, банды, там, как проще сказать, для людей, фирмы, вот, и, соответственно, там, во многих, там, движих, там, это все принимается, там, коллективно, ну, не один человек, там, рулит, допустим, нашим, ну, сотрудники полиции всегда говорили, типа, ты заряжаешься, ты, знаешь, ответственность несешь, вот, и меня, как бы, вот, это вот, всегда шло впереди меня, даже, если бы я это хотел, или не хотел, вот, это слава, наверное, околофутбольная, и вообще, там, да и просто, даже, люди могли подойти, там, в центры, когда вот был вот этот рассвет фанатизм, там, о, ты же это, там, там, заряжающий, ну, типа, на фанке, я тебя помню, ты там орешь, как дурак, там, да-да, это я, ну, типа, хорош, давай, пока. Тебе же, именно из-за этой славы, и повышенного внимания, приходили с обысками? Ну, обысков очень много было, то есть, если брать, там, последний твое, этот, то, что у чувака, там, из ТСК, там, пять обысков было, у меня, после шестнадцатого года, после вот злополучного Марселя, мы, когда приехали сюда, тут у одного, такого, небезызвестного, как бы, журналиста сожгли машину, и меня пытались, то, что, там, пришить, то, что я, типа, организовал этот поджог, тому подобное, хотя, очень просил очной ставки, ну, как бы, с человеком, во-первых, у меня в сервисе, ну, как бы, у меня сервис был, и он приезжал ко мне, я говорю, мне смысла нет, плюс мы с ним, пересекались по работе, в Рубине, очень, ну, много, потому, что он на матчах, считай, был, ну, постоянно, как журналист, вот, и, а я работал, ну, как бы, маркетинг был отдельно, начальником, и те же самые аккредитации, ну, все получали, ну, там, с моего разрешения, вот, и я, там, сотрудникам говорил, ребят, дайте мне сразу очную ставку с человеком, как бы, ну, мне смысла нет, как бы, мне, как бы, зная меня, как бы, мне проще было подойти, набить ему морду, как бы, вот, и для меня, то, что он написал, там, какую-то статью, она не была, как бы, оскорбительной, там, в моем характере, вот, и, а что за тактики? Ну, то, что, вот, мы съездили в Марсель, бизнес онлайн, для меня, это, поделал, там, съездил, он сидит, там, в Марселе, другой, там, его подчиненный, зажег фаер на второй игре, где, там, что-то, ну, правда же написано, или нет? Вот, из-за этого для меня, это было, как бы, в норме, ничего там, оскорбительного, для меня не было, вот, а это пытались привязать, то, что, там, сожгли ему тачку, то, что это фанаты, и у нас, там, начались, я помню, у меня, то, только по этому делу, было, прям, очень много обысков, там, буквально, шесть, наверное, там, потому, что последние обыски, даже приезжали, вот, эти люди, там, мэшники, и просто говорили, там, типа, чувак, можно мы у тебя посидим, мы даже искать ничего не будем, потому, что мы знаем, где что лежит, типа, вот, и я там, смысл посидим, ну, они, на кухне, часа два посидим, типа, и, этот, заберем пару вещей, каких-нибудь, там, не знаю, там, есть что-нибудь, там, экстремистского характера, откуда мне, может быть, столько обыска, был, в ABC даже был, давно бы уже это все забрали, вот, и, а так, как бы, видишь, вот эта слава, как ты говоришь, она, мне сыграла, там, ну, такую плохую роль, на самом деле, потому, что, допустим, были такие казусные ситуации, там, ну, в моей жизни, казусные, для кого-то они печальны, у нас там, муфтия взорвали, допустим, несколько лет назад, и я там, в шутке жене говорю, там, новости смотрим вечером, я говорю, завтра ко мне приедут, и там, в 6 утра, доброе утро, айда, поехали, я говорю, ну, как муфти, взрывчатка, и я, ну, вообще, ну, почему, говорю, не знаю, там, осквернили кладбище, там, не знаю, приезжает тебе, то есть, вот, была такая вот печальная история, этих обысков, за мою жизнь, я не знаю, как жена меня терпит, чтобы меня, я не знаю, там, сломать, там, еще что-то. Дим, ты уже несколько раз сказал о Марселе, это, тот чемпионат Европы, очень сильно изменил твою жизнь? Ну, с ног на голову, то есть, я туда уезжал, допустим, в статусе начальника, там, маркетинга, радио, футбольного клуба Рубин, а оттуда приехал, как, чуть не враг народу, то, что, вот, я там, ездил в Марселе, устроил, там, дебош, тому подобное, меня тогда уволили, как бы, с клуба, и поменялась жизнь, как бы, кардинально, я не мог устроиться на работу, сотрудники, как бы, доблестные наши полиции, центры, которые вот здесь, недалеко находятся, приезжали, как бы, на работу, куда я его устраивался, и говорили, типа, вы знаете, кого там, уберете на работу, это, вот, главный экстремист, видите, по телеку, там, показывали, он, там, в Марселе, там, погромы устраивал, там, и тому подобное, уволили потом жену, из-за меня, мать уволили, из-за меня, опять-таки, на работе, потому что, к ней тоже приезжали, говорили, на руководстве, типа, вы знаете, там, были очень большие проблемы, благо, мы их пережили, и тут, это вы сейчас, ну, зато, наверное, я на тот момент решил, то, что, ну, наверное, я достиг какого-то апофиоза, наверное, и пора уходить уже, ну, куда-то в тень, потому что, ну, дальше, либо тюрьма, я не знаю, либо валить из города. Находимся на родном для тебя стадионе, не новый, вот, да, а именно этот тебе близок, потому что, несколько лет, ты был сотрудником футбольного клуба «Рубин», за который болел, и дрался, что характерно. Когда тебя на работу брали, знали, что ты за человек? Ну, конечно, знали, знали, что я среди фанатизма, потому что, да, по сути, должность, она появилась по работе с болельщиками, и, ну, пытались, как бы, именно продавить то, что человек должен быть из фанатской среды, а я на тот момент уже стал заряжающим, и мне, ну, как бы, предложили из клуба, как бы, как бы, ну, не хочешь поработать, как бы, ты же, ну, заряжаешь, там, ездишь на выезда, там, и подобное, вот, и я, как бы, домой пришел к жене, вот так, так, я говорю, я вроде бы ухожу, как из фан-сектора, я теперь буду, типа, ну, работать в клубе, там, и буду заниматься, как бы, любимым делом, хотя, на тот момент, я, конечно, не понимал, чем я должен буду заниматься, и как, вот, ну, все сложилось, как сложилось. Но ты перестал уже заниматься, именно, около футбола, как только? Нет, около футбола я еще продолжал заниматься. Какой ты коварный, хитрый человек. Да и почему коварный, хитрый человек, просто мне еще не отпускал, как бы, эту тему, и я еще года, наверное, до 14-15-го занимался этим, наверное. То есть, это, ну, как раз-таки, до Марселя, наверное, я еще хоть как-то, что-то где-то, там, высвечивался. старался, как бы, ну, просил, чтобы нигде это не афишировалось, соответственно. То есть, я там, втихаря, там, участвовал в таких мероприятиях, и просил, там, с кем мы даже, там, были, мутки, так сказать, просил их не афишировать, то, что я там был. никак это не мешало, надо же, там, ходить на совещания. Ну, а как, ну, во-первых, я, как бы, если даже были синяки какие-то, или еще, если ты про это, то я всегда, как бы, для себя занимался, там, ну, немного боксом, там, вот, ходил на единоборство, те же самые, и всегда можно было сказать, что вот на тренировках получил, как бы, по лицу, что бывает. Вспомни какой-нибудь эпизод, когда было тяжелее всего, потому что руководители требуют от тебя одного, а ты понимаешь, например, что это решение неправильное, с точки зрения фанатизма. Ну, таких эпизодов, кстати, много было в моей жизни, у тебя, скорее всего, то же самое, когда, там, приезжал какой-нибудь генерал, там, с проверкой, или еще что-нибудь сюда, в Казань, меня, там, выдергивали в отдел, ну, там, в главное здание МВД, и там, эти же генералы, полковники, говорили, типа, ну, там, ты понимаешь, кто сегодня, там, на матче, или там, президент, сегодня на матче, там, привет, не дай бог, там, что-нибудь загорится, или еще чем-нибудь, и, соответственно, тебе приходилось искать компромисс, ты идешь на сектор, как бы, и пытаешься объяснить ребятам, то, что, ребят, давайте сегодня не ждем, потому что, там, ну, такие-то люди, сегодня на матче, и, ну, можем получить, как бы, по шапке, и мало не покажется, типа, и вот это было самое, наверное, дебильное, то, что тебе приходилось, вот, находиться между двух огней, здесь, как бы, ну, требования сотрудников полиции, а здесь, стороны, фанатизм, ну, как ты можешь, как бы, просить ребят, ну, как бы, это не делать, но, с другой стороны, первое время, там, как бы, да, мне, там, пытались предъявлять, даже, типа, ты продался, типа, ты, что просишь, там, не жечь, еще что-то, я говорю, ну, хорошо, жгите, как бы, ну, потом, не нойте, когда начнутся репрессии, там, и вас будут, там, всех долбить, там, с этими обысками, там, подобно, вот, здесь же надо понимать, как бы, грань, потому, что до этого, как бы, соответственно, никакого разговора, вообще, в принципе, не было, пришли, зажгли, там, поугарали, и все, здесь уже начал выстраиваться, какая-то грань общения между органами, между болельщиками, и, нас вот начали приглашать, наверное, в МВД, на совещание, те же самые, вот, и, вот, это, наверное, самое сложное было в работе, у нас, в те годы, как бы, очень часто менялась власть, и, там, как вот фильм, там, свадьба Малиновки, там, типа, шапку снимаешь, опять, власть меняется, там, одеваешь красную, там, снимаешь белую, либо наоборот, и в те годы, как бы, в Рубине, то же самое было, то есть, я каждый год проходил себе с тем, потому что, приходил новый человек, у него, там, своя новая колокольня, как бы, и, там, это ему должен объяснить, для чего ты здесь нужен, да, и, ну, да, чем я вообще занимаюсь, типа, что за специалист, по работе с болельщиками, там, меня вызовут новый генеральный, как раз таки, и говорит, то, что, вот, есть должность, ты, начальник маркетингового отдела, и по работе с болельщиками, то есть, там была приставка И, вот, потому что, она, как бы, была совмещенная. Ну, то есть, ты стал уже маркетингом заниматься, по сути? Ну, да, там, туда входили уже питание, билеты, VIP-питание, там, не знаю, вот эти, skybox, те же самые, рекламы, и тому подобное, как бы, все, что связано с маркетингом, соцсети, там, они просто, у меня в подчинении, все эти ребята были. А потом, как бы, был Марсель. Вот Марсель, это, как раз, тот случай, как ты сказал, который изменил, очень сильно твою жизнь. Ну, там, наконец-то, уволен. Ага. Ну, давай расскажем, что было в Марселе. Не то, что писали газеты, которые всегда правы, а что действительно было? Ну, смотри, мне, как бы, я ехал туда от ВОБа, ну, не скрываю, ни от кого, как бы, мне по приезду, туда, у нас был договоренность, то, что мы едем на матч, смотрим, ну, как это все раскладывать, как что делать. И на следующий день нам выдали аккредитацию, ну, злоболучно, вот этот день, как бы. мы, я целый день, короче, с утра мы как приехали на стадион, мы раскладывали, во-первых, баннер, и плюс флажки там были, вот это все, и мы убили на этот целый день. И я заканчивал где-то часов в пять, наверное, в шесть я выходил со стадиона, а матч был в девять или десять, что ли, ну, короче, вот у меня было немного времени, даже погулять там, поэтому, я доехал, короче, до порта, и, зная, то, что сейчас матч, и мне нужно, ну, там, поднимать эти все тряпки, я вернулся, как бы, обратно на стадион, и, ну, как бы, зашел, и уже ждал, как бы, матч, потому что, ну, я был ответствен, как бы, один из ответственных за перформанс. Ну, как бы, по слухам уже, люди заходили, заряжены, там, то, что, вот, там, драки, там, тому подобное, и я немного, конечно, чуть-чуть расстроен, то, что экшен пропустил, ну, в итоге, каким-то образом, это все произошло на трибуне, и тут, немножко, у меня, наверное, стапы понесло? Ну, не то, что понесло, знаешь, вот, на тот момент, как бы, там, вот, весь вот этот стадион, кидали какие-то монетки, там, не знаю, стаканчики, там, кричали оскорбительные вещи, когда про Путина, кричали, ну, все как бы, как-то там сдерживались, а когда уже оскорбительные вещи, там, кричали, не знаю, про русских, там, и вот, снесло бошку, короче, почему, стартанули все после игры, а не во время игры, допустим, это было, там, чувак просто снял штаны и попытался вытереть там русским флагом свои гениталии и тогда как бы вот ребят переклинило, там кто-то крикнул, типа, да, хорошее, говорит, пойду, погнали, и вот как-то и выразился, а стапа понесло, я даже сам не понял, как оказался в первых рядах, хотя я находился, ну, если посмотреть по фоткам, я находился вообще прям именно за воротами, а то есть до туда надо было бежать каким-то образом. Ну, и так еще совпало, что Азамат, который приехал своим ходом, ему тоже, вот, видимо, атмосфера захлынула, да, что он… Это было на втором матче. На втором матче. Я вообще, я, короче, я уже на тот момент сидел, и у меня был раз, ну, мне дали позвонить, я звонил, как бы, Артуру, другу своему, узнать вообще, что там, как дела, чего в России говорят, и, ну, там, передать там, что, чтоб жену там не было, если помогали, потому что мне же тоже говорили, то, что я там, скорее всего, сейчас уеду год на три. Ну, случилось, я говорю, то-то, что у меня когда был суд, я, я увидел просто Леху в коридоре, я говорю, что, он говорит, мне, ну, меня, все, посадили. Типа, ну, все, осудили, я говорю, в смысле, а срок дальше? Он говорит, да. И после вот на него у меня был суд, соответственно, какие у меня могли мы мысли быть? Ну, я тоже знал, то, что я, наверное, тоже сейчас уеду. А здесь, как бы, когда вот, там, мне сказали, то, что в моих действиях, как бы, ничего нет, единственное, как бы, у нас есть информация, что я, типа, вот, являюсь лидером фан-движения. И плюс у меня еще сыграла большая роль, то, что аккредитация. То есть, я был на стадионе, ну, там, у и фашной аккредитации, в чем плюс оказалось, то, что они фиксируются, выход из стадиона. Ну, то есть, когда были события на улице, ты был на стадионе? Я физически не мог там находиться, короче. И мне, я вот, единственно, боялся, что мне могли хоть как-то там за беспорядки на стадионе что-нибудь дать. Ну, а по итогу? По итогу мне просто сказали, типа, здесь действие не обнаружено, в массовой драке я не участвовал, ну, соответственно, физически не мог, у меня было алиби. И мне сказали, то, что мы тебя депортируем. Ну, вот, и я говорю, типа, а на каком тогда основании вы меня депортируете, если я, как бы... То есть, ты еще решил понаглеть? Ну, не понаглеть, а просто спасибо. Мне стало интересно, ну, типа, ну, основание для чего депортации. То есть, если я вроде бы не виновен, там, в массовой драке я не участвовал, по стадиону никаких вопросов ко мне нет. Извинитесь, передо мной отпустить? Ну, нет, нет. Тут было, как бы, просто мне, ну, как бы, охота была остаться, как бы. У меня, во-первых, билеты были на все матчи, плюс у меня еще были билеты друзей, которые должны были позже приехать в Лиль и забрать свои же билеты. Это быт, быт русских болельщиков в заточении в последний день. Что у нас здесь? Здесь у нас, здесь у нас кухня. Смотрим. Свет не включается, французы все поломали. Здесь у нас кухня. Так, парняги, у вас все хорошо? Да. О, отлично. Граффити, граффити здесь снимаем. Снимем граффити. Так. После возвращения уже ты понимал, что все может обернуться здесь с работой в клубе очень плохо? Ну, конечно, понимал, я же не дурак, потому что здесь началась, как бы, такая агитационная же это, то, что вот мы, там, такие плохие, там, я, там, умудрился, там, поучаствовать в беспорядках, сидел, там, потом плюс мой помощник Азамат, ну, мой друг, там, помощник Азамат умудрился на втором матче зажечь, как бы, фаер. Да, это тоже талантливый поступок, так. Ну, я, если честно, был в шоке. Я, потому что звонил Артуру, вот, я, спроси, что там, как, а он говорит, а ты, знаешь, что Азамата умудрился тоже отличиться. Я говорю, ну, вот каким образом. Он же вообще нигде не участвовал. Ну, он говорит, поедем, там, смотрел с твоей славы, и вот на втором матче типа зажег фаер. Я говорю, да ты че, дурак, что ли? Он говорит, да нет, ты, говорит, телевизор не смотришь? Я говорю, нет, откуда у меня тут телевизор, типа. Он говорит, вот эти, Reporter говорит, а что Азамат тоже. Понятно. Ну, и сразу тебе объявили об увольнении? Нет, мы месяц поработали где-то. И потом пришел знаменательный день. Меня вызвали в отдел кадров, говорят, ты и Азамат вещи собирайте на выход и пишите заявление по собственному. То есть мне говорили, что нам с РФС позвонили, сказали тебя уволить. Так тебе претензий особых нет. Потому что это реально было в чужой стране. И я, во-первых, нигде там особо не засветился. Ну, в таких массовых драках, которые произошли на этом поле боя в порту. И нам, говорит, прекрасно тебя уволили. Соответственно, как ты к этому отнесешь, это уж твое. Ну, ты же понимаешь, я говорю, да, я понимаю, прекрасно. И я думаю, что первое это органы, а второе это РФС. Ну, была вот такая, знаешь, досада, обида, наверное, на всех. То, что вот я вроде бы такой там молодец, а оказывается нет. Вот, ну, самый такой вот, наверное, в душе был вот это вот такое, скрежет немножко. Обидно. Ну, потом, как бы, спустя годы отпустил. Бывает иногда, конечно, скребется вот это. Но, с другой стороны, я понимаю, то, что вот именно на должность, допустим, поработать за болельщиком, в это болото я второй раз точно не залезу. Я тебя понимаю, как никто. Во-первых, всем здоровья, здоровья всем их близким, семьям, кто-то до сих пор гоняет. Получайте только удовольствие от посещения матча, а не просто там тупо смотреть футбол, там, наш унылый. Я говорю, наверное, просто пожелаю самого простого здоровья и больше угара, если вы действительно этим еще занимаетесь. По традиции, вручаю тебе футболку нашей программы, сделанной на цветах рубина. Вот такая. И здесь вот. Твой инстаграм. Круто. Пожалуйста. Спасибо. Еще одну такую черную футболку мы будем разыгрывать среди зрителей. Как обычно, просим вас писать комментарий под этим видео. Оставляйте свое мнение о нашем герое и о выпуске в целом. Потом мы рандомайзером выбираем одного из вас и отправляем футболку, где бы вы ни находились. Ну и вы всегда будете в движи.